Природа так устроена, что девочки связаны с папой, мальчики с мамой. Если у вас проблемы со здоровьем и вы девочка, то нужно посмотреть на свой род со стороны папы. То есть вы завязаны с папой. Значит у вас как минимум неправильное отношение к папе. Недостаточно к нему любовь. И мне часто, мне каждый день приходят люди, пациенты, я их восстанавливаю. Я вижу как у девчонок проблемы с поясницей, я сразу говорю, какие отношения с папой. Да этот папа, да я его ненавижу, да он. То есть ее отношение к папе сразу ему, ей по поясничному отделу. Неправильное отношение к родителям влияет на отсутствие денег, отсутствие иммунной системы, плохие ногти, волосы и как минимум два брака. То есть неправильное отношение к родителям сразу с собой тянет в такой кучок. Девушка, женщина должна вспоминать с любовью, радостью и ходить в церковь поставить за папу, а мальчик за маму. Пространство так устроено, что для того, чтобы у вас все получалось, и чтобы вы были счастливы, и чтобы вам Творец помогал, вам необходимо просить за это своих родителей. То есть если вы, например, говорите, Господи, помоги мне, надо купить квартиру, я говорю, что это твой хороший человек, вот тут все, вот будет квартира, я в тебя поверю. Творец вас не слышит. Вам нужно пойти к маме, мама, слушай, попроси за меня, мама попросит, Творец услышит. То есть должен быть кто-то за кого-то. Это как, попроси за меня, чтобы меня на работу взяли. Кто-то за кого-то пошел, слушай, там мой друг придет, послушай его, я за него выручаюсь. Кто-то за кого-то. За вас мама и папа. То есть вы должны этот закон знать. Тогда все связывается. То есть есть законы природы, которые нельзя не соблюдать. И то, что вы их не знаете, это не значит, что они не работают, не работают. Это все входит. Это идеально моделью. Я прыгаю, я раз, но с разных сторон смотрю, но с разных сторон показываю, чтобы затронуть вам. Хорошо, а ситуация, когда нет мамы, нет папы, некому сходить, сказать за меня. Отличный вопрос. Для этого есть медитация. Вы легко можете вернуться к маме. Есть такая медитация, называется мама. И в чем она запрещена? Что такое медитация? Я хочу вам объяснить, потому что многие думают, что это что-то такое эзотерическое. Нет. Когда вы сосредотачиваете на чем-то внимании, вы находитесь в медитации. Внимание и дыхание, это и есть медитация. То есть вот я замер и смотрю на этот предмет. Я в медитации. Вопрос на какой предмет и с какой целью решаются задачи в этот момент. Какие задачи, каким способом решаются? Если, например, во время упражнения нахожусь вот на этом сухожилии и его слышу, то я сейчас решаю вопрос со своей нервной системы. Если я делаю упражнение, нахожусь на этом сухожилии, я решаю вопрос с иммунной системой. То есть все мое внимание, ощущение вот на этом сухожилии. Возьмите вот так, вы потрогайте. Согните локоть, потрогайте здесь связку. Нить такая. Чувствуете под кожей? Вот вы пальцем ее слышите. Но когда отпустите и начнете делать, вы ее не слышите. А я слышу. То есть он меня так натренировал внимание, что я могу это сухожилие услышать. У меня все нормально с нервной системой. Я могу услышать вот это сухожилие. А вы не можете услышать. Это практика медитации. Сосредоточить внимание в каком-то месте. Возвращаясь к вашему вопросу. Вы можете сосредоточить внимание на своей маме. Вернуться в детство. В тот момент, когда вы были на руках у нее. Если вам сейчас, скажем, 52 года, то вы возвращаетесь в свой возраст 52 дня. И вы, естественно, были еще совсем маленько. И вот в медитации вы, вы сейчас стоите в медитации, да? И вы, это мама. А на руках это вы. Вы представляете воображением. Создаете это воображением. Это не медитация. Воображение это не медитация. Искусственно. Потому что вы по-другому не можете для начала. И как будто бы вы смотрите своими глазами в глаза мамы и встречаетесь с ней. И улыбаетесь маме. И вы на маму смотрите. Вы закрываете глаза. И вы видите эти глаза мамы и вспоминаете маму. А мама это есть любовь у всех детей. И вот в этот момент вы можете у мамы просить все что угодно. Потому что в этом возрасте она не может ничего отказать. Это есть момент любви. Через любовь вы соединяетесь с мамой. И в этот момент она вам начинает помогать. Но вы же этот урок не знаете. Вы никогда так не делали. Но это очень простой урок. Вам достаточно закрыть глаза. Представить маму. Когда вам был еще годик. И увидеть ее глаза. Вы даже не вспомните ее глаза. На самом деле если вы сейчас закроете. Даже может не вспомните какой цвет у нее зрачка. Потому что очень мало смотрели маме в глаза. Нужно посмотреть фотографии. И вспомнить какие же у нее глаза были. Но если вы это делали каждый день. И таких уроков много. У вас бы и там получалось. И там получалось. И там получалось. Это работает. Представьте техники. Две тысячи лет. Если бы это не работало. Она бы уже давно умерла. То что мы преподаем. Это методика 16 века. Так люди оздоравливали 16 век. И там не было больницы. Поликлиники. Был мастер кунг-фу. Который давал методику. Человек приходил. Говорит. У меня такая проблема. Он говорит. Как ты хочешь. Быстро или медленно. Он говорит. А как это быстро. Быстро. Ложи сейчас иголки поставлю. Массаж сделаю. А медленно. А вот это упражнение делаешь 6 месяцев. И все пройдет. Вот и все лечение. Трава лечения. Вот тебе пожалуйста травка пейте. Вот тебе массаж. Вот тебе иголки. Вот тебе гимнастика. И все были счастливы. Люди по 200 лет жили. Сейчас все вот так вот поломалось. Вы сами понимаете. Ваш выбор. Кто как хочет.